Друзья, добрый день, меня зовут Юрий Шаров, посмотрите мой блог. В этом выпуске я хочу поговорить о одной из самых актуальных проблем, которые сейчас обсуждаются на федеральном уровне в области социально-экономического развития, как принято говорить, в частности, о повышении пенсионного возраста. Смотрите далее это видео, я очень надеюсь, что оно вызовет очень много откликов, очень много комментариев. Будем сейчас сами вместе разбираться. Ну и так, мы все понимаем, что сейчас правительство неоднократно, чиновники и социального блока, и профильный вице-премьер, и целый ряд депутатов ВССР заявили о необходимости увеличивать пенсионный возраст. И надо сказать, что этот хор является многоголосным, в частности, спикер Софеда Валентина Ивановна Матвиенко заявила о том, что стоит очень внимательно рассмотреть этот вопрос, потому что он касается огромного числа будущих пенсионеров. Потому что им нужно подготовиться к выходу на пенсию, им необходимо, как говорится, в сфере часы, со своими жизненными планами и так далее. Это во-первых. Во-вторых, и таких, кстати, чиновников достаточно много. И во-вторых, что хочется сказать. Когда власть после того, как пришла инаугурация президента, после того, как прошло приведение к присяге правительства, либо депутаты Госдумы начинают каким-то образом пытаться проводить не совсем популярные решения, это, конечно, не совсем верно. В цивилизованных странах, где демократии несколько сотен лет, принято с такими вопросами все-таки выходить на выборы. То есть в этой связи и действующий президент, и потому что он формирует правительство, и правящая партия, которая получила большинство в внешнем палате нашего федерального собрания, должны были и то, и те, и другие, должны были заявить до выборов о том, что они намерены увеличивать пенсионный возраст, должны были сказать, каким образом они это будут делать, то, что эта ситуация объективная, то, что дефицит пенсионного фонда катастрофический. Но, к сожалению, это не было сделано ни теми, ни другими. У нас прошли выборы, собственно, ситуация сформировалась власть исполнительная, законодательная, и начали активно обсуждать к этому вопросу. Вопрос болезненный, безусловно, будет кучу копий, словно, на этот счет, но мы, безусловно, будем обсуждать и на региональном уровне, будем предлагать все-таки какие-то переходные периоды для этого. Как финальная версия будет принята, посмотрим. Говорят, что уже в начале 2019 года какие-то изменения пойдут, но будем с вами пытаться все-таки сделать это наименее болезненно для нашего общества и для жителей Архангельской области, и для будущих пенсионеров. Все, что я хотел сказать, в общем-то, по этому вопросу. Буду рад, если вы будете комментировать, если вы будете делать репосты этого видео. Предлагайте новые темы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова